Добрый вечер, уважаемые коллеги! Приветствуем вас на открытом уроке с просвещением. Я представляю сегодняшних наших участников, учителя мировой художественной культуры, основ мировых религиозных культур и светской этики и изобразительного искусства Лазинину Елену Евгеньевну. Добрый вечер! Добрый вечер! И наши уже традиционные участники проекта «Открытый урок с просвещением» студенты Московского городского педагогического университета. Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня у нас фрагмент урока по основам мировых религиозных культур и светской этики. И если мы обратимся к личностным результатам освоения основной образовательной программы в начальной школе, то здесь отмечается овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Конечно, это невозможно без определения единых моральных норм и правил поведения в обществе. И этому будет посвящен сегодня наш урок. Мы обратимся сегодня к электронной форме учебника автора Беглова Алексея Львовича «Основы мировых религиозных культур для четвертого класса». Ну и потребуются нам и другие электронные формы учебников, но об этом нам Елена Евгеньевна уже расскажет. Итак, Елена Евгеньевна, начинаем. Ну что ж, Юра, еще раз здравствуйте. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – «Нравственные заповеди в религиях мира». Я вас сразу попрошу открыть, включить ваши электронные учебники, найти учебник по «Основам мировых религиозных культур». Нашли? На нем прямо написано «Основы мировых религиозных культур». Нашли, да? Открыли. Открываете содержание учебника. Урок 25-26. Замечательно. Теперь мы начнем с того, что я вас попрошу. Вообще слова «Нравственные заповеди» вообще очень знакомые. Наверное, каждый использует в своей речи даже простой, обыденной эти слова. И я вас попрошу самостоятельно дать свои определения, как вы понимаете эти понятия. Сделаем мы это в электронном учебнике следующим образом. Найдите, пожалуйста, слово «Заповеди». Дважды нажмите на него. Нет-нет-нет, в тексте. В тексте. Не в названии, а в тексте. И у вас должна выскочить, посмотрите, вот я нажала на экранчике. Видите, у вас выскочит черная такая планочка в заметке. Получилось? Вот над содержанием учебника, с левой стороны, вы видите, у вас выделено содержание, а вы нажимаете «Заметки». Замечательно. Теперь нажимаете на карандашик. Так у вас выскакивает. Теперь вы дважды щелкаете снова на строку и можете писать, на клавиатуре набирать, что значит не получилось кого-то. Что значит слово «Заповеди» и как вы понимаете это? Можно не очень длинно. Итак, заповеди. Замечательно. А после этого напишите, пожалуйста, сразу «Нравственность». Да, вот вы написали заповеди «Нравственность». Короткое определение, что вы понимаете под словом «Нравственность». Следующую заметку? Нет, прямо здесь же. Мы принято. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Получилось. Ну, замечательно. А теперь сохраняйте. Я тоже это сделаю. Итак, озвучьте. У кого что получилось? Ну-ка, Катя Баня, скажите, что у вас? Заповеди – это устоявшиеся законы, а нравственность – это принятые нормы поведения. Замечательно. Есть еще какие-то немножко похожие, непохожие варианты? Давайте посмотрим. У нас есть возможность сравнить то, что вы написали, с тем, что написано в словарях. Ниже у вас плашечка, видите, со словарем. Нажимаете прямо туда, на букву А, и у вас выскакивает. Читайте. Девушки, кто-нибудь, Света. Прочтите, пожалуйста, что получилось. Нравственность – это внутренние и духовные качества, которые руководствуются человеком, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. И заповедь – это наказ, повеление и установление закона. Замечательно. То есть фактически в нашем понимании бытовом есть эти слова в том значении, в котором они используются в нашем с вами необходимом для нас тексте. Ну, а мы поговорим о заповедях в различных религиях мира. И начнём мы с древнейшей, из тех четырёх, о которых мы говорим на уроке, иудаизм. Есть достаточно красивая такая и страшная история о том, когда Моисей вывел свой народ из плена египетского и привёл их, вёл по пустыне, пришли они к горе Синай. Гора была охвачена пламенем, была охвачена дымом, гремел гром, тряслась молния и раздавался Божий глаз. И только Моисей решился взойти на гору. Сорок дней его не было, и через сорок дней он пришёл. И вот, посмотрите на экране, иллюстрация из древней еврейской книги о том, как Моисей принёс заповеди народу. Заповедей было десять. Эти заповеди стали общими, формирующими иудаизм, и такими же формирующими нравственные нормы в христианстве. И уже в XIX веке, посмотрите, художники обращались к этой же теме, иллюстрация художника Даре на ту же тему. Вот обратите внимание, и здесь, и здесь заповеди, видите, как изображены, да? Это были две каменные таблички, на которых были начертаны десять заповедей. И я сейчас хочу, чтобы вы эти заповеди посмотрели. Они у нас находятся с вами. Вот наверху у вас стрелочка фиолетовая такая. Нажмите, пожалуйста, справа. Тренажёр. Открываем. И вот перед вами эти десять заповедей. Не случайно, что они всегда изображаются на двух табличках, потому что их можно разделить на две группы. Я вас попрошу сейчас посмотреть у вас, если немножко вниз пройдёте, у вас видно, нашли две группы. Вот расставить эти группы, разделить фактически надписи на эти заповеди по двум группам. Как вы считаете, как они должны группироваться? Просто перетаскиваете название группы, ставите на той надпись, которая... Понятно, да? Если у вас не умещается, пожалуйста, просто сверните немножечко и переставьте на номер группы. Если вы неправильно ответили, вы можете просто убрать, выбросить. Вот она не сразу убирается, но убирается. Расставьте, пожалуйста, и потом мы с вами посмотрим, как это у вас получилось. Расставьте, пожалуйста. Получается, вы идти в верхнюю... Вы просто должны, если у вас не получается что? Не получается именно перемещение. Пальчиком берём группу, вот я показываю на экране, и перетаскиваем её туда, где вы считаете, она должна стоять. Вот так, ясно? Если вам надо подняться выше, вы просто берёте и с этой плашечки вот так вот... Ясно? Если неправильно, то выбрасывайте. У кого-нибудь уже получилось? Да, только не проверлю ещё. Сейчас проверим. Так, девушки, ну скажите, пожалуйста. У кого что получилось? Во-первых, сколько получилось у вас? Равноценные группы или нет? Равноценные. Нет. Нет. Но если неравноценные, какое количество заповедей в какой? И по какому принципу вы решили их разделить? Две заповеди в одной группе, все остальные в другой. Все остальные в другой. А две какие? Не убей, не укради. По какому принципу? По принципу... Тогда это были правила, законы, а сейчас в правилах, законах, соответственно, осталось только не убей и не укради. Из всех этих десяти заповедей. Все остальные как бы ушли в общепринятые нормы, но не записанные в законодательствах. А у вас как? А у меня получились равнаценные группы. И в одной группе не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй. Все остальные у меня получились в второй группе. Да, пожалуйста, Варя. Я разделила по другому принципу. Во второй группе у меня получилось три заповеди. И это заповеди, в которых отсутствует частица «не». То есть, наоборот, призыв к действию, да? Не запрет, а призыв к действию. Девушки, а у вас как? Пожалуйста. У меня получилась первая группа, которая связана с Богом. А вторая группа, которая, ну, как наставление для человека. Так, спасибо большое. Прочитайте тогда. И это, на самом деле, есть правильный ответ. Ну, первая группа у меня получилась «Я, Господь, Бог твой». Ну, и так далее. Следующая у меня получилась… Ой-ой-ой, сейчас, одну минутку. Вот, «Не произноси им имени Господа». И остальные у меня получились во второй группе. Ясно. И все остальные во второй. Ну, вот смотрите. На самом деле, в первой группе четыре заповеди. И это заповеди, вот, посмотрите, «Я, Господь твой, нет других богов, кроме меня». Вторая заповедь этой же группы «Не сотвори себе кумира». Она чуть более длинная, но для четвёртого класса мы её немножко сокращаем. Третья – «Не произноси имя Господа Бога в суе». И четвёртая – «Помни день субботний». Это все заповеди, которые регламентируют отношения человека и Бога. И остальные шесть, которые остались, – это заповеди, которые регламентируют поведение человека в обществе, в социуме. Ну, вы можете поправить себя, сделать правильный ответ и его, собственно, сохранить. А я вам предлагаю сейчас зайти в следующий вопрос. И вот перед вами, собственно, первая группа четыре заповеди. Пожалуйста, выберите ту, которая, на ваш взгляд, будет самой основной. Здесь, наверное, нужно значительно меньше времени. Просто нажать надо, да. Получилось? У вас получилось? Прочитайте, пожалуйста, какая. Ну, лично я выбрала. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других боков перед лицом моим». Ещё есть варианты? Ну, все действительно правильно справились. Именно эта заповедь, с неё начинаются те десять заповедей. Давайте перейдём к следующему вопросу и сделаем то же самое задание. Скажите, пожалуйста, что вы считаете, какая здесь из этих заповедей самая первая, которая регламентирует, начинает регламентировать отношения человека в обществе? Ну, кто готов ответить? «Почитай отца и мать твою». Есть ещё варианты? Не убивай. Не убивай. Я согласна. Тоже. Ну, вот на самом деле, совершенно верно. «Почитай отца и мать твою» – это пятая заповедь, с которой начинается регламентация человека, жизни человека в обществе, потому что маленький ребёнок, он начинает мир видеть через свою семью. И это действительно пятая заповедь. Так, ну что ж. Эти заповеди, как я уже сказала вам, нет, следующие мы не будем с вами проходить пока, эти заповеди стали общими и для иудаизма, и для христианства. Но, однако, с развитием христианства появились ещё некоторые заповеди, которые же говорили не о действии человека в социуме, а о том, как он должен заботиться о самом себе, о своей собственной духовности, о душе. Поэтому мы сейчас с вами попробуем посмотреть эти заповеди, но уже в другом учебнике. Я вас попрошу нажать на плашечку «Мои учебники» и зайти в учебник по основам православной культуры. Да, вы не вышли, нет, я просто показала на экране. Да, завершить тестирование. Мы потом ещё вернёмся. Учебник основы православной культуры. Открываем урок 20-й. Заповеди блаженств. Это те самые заповеди, которые Христос произнёс на горной проповеди. И давайте вас 8 человек, давайте мы по очереди просто прочитаем. Первое. Скажите, как вернуться обратно? Завершить. Завершить. Так. Открываем учебник православной культуры. Вот такой вот. Вот это совершенно верно. Вот сюда мои учебники. Мои учебники, посмотрите у вас. Все нашли? Какой номер. Так, 20-й урок. Давайте, девушки, поучить, я не с вас. Заповеди блаженства, начиная вот со второго абзаца. Первые заповеди, правильно? Это заповеди блаженства. Урок 20-й. Прямо начинаем читать. Вот по одному человеку каждую заповедь. Прочитайте, пожалуйста. Первая из заповедей говорит о людях, которые стали нищими по велению своего духа. Нищие духом сознательно ограничили свои желания и потребности. Христос сказал, Царство Божие внутри вас. Что для нищих духом Царство Божие есть, а не просто будет. Спасибо. Заповедь. Заповедь блаженны, плачущие, ибо они утешатся. Если человек теряет покой совести или ощущение Божьей благодати, он может получить утешение. Заповедь блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю, говорит о том, что окончательную победу во всех спорах одержит именно тот, кто спорить не станет. Заповедь блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут, говорит о следующем. Тот, кто хочет, чтобы Бог и люди были милосердны к Нему, должен и сам быть милостив к людям. Заповедь блаженны, алчущие, и жаждущие правды. Чтобы получить радость от своей веры, христианин должен именно жаждать Бога, а не просто перелистывать страницы Библии. Заповедь блаженны, миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Здесь можно вспомнить историю о монахе Телемахе, который благодаря своей истинной вере и смелости смог остановить гладиаторские бои, которые проходили в древности на огромном стадионе Колизеи в Риме. Заповедь блаженны, чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Чистое сердце не злопамятно, свободно от подозрительности. Тот, кто не подозревает о других людях, плохих замыслов, светлым оком, смотрит на мир и на Бога. Спасибо большое. Вот смотрите, опять же, заповеди, которые говорят о том, как человек себя должен сам блюсти для того, чтобы уже быть достойным и в социуме, и как общаться с Богом. Так, ну а теперь мы с вами вернёмся в наш учебник. Для этого нажимаем снова «Мои учебники» и возвращаемся в учебник «Основы мировых религиозных культур» на наш с вами урок. 26-й. Так, вот у нас есть возможность с вами теперь зайти не только в электронную версию, но и в печатную, потому что в планшетах у нас есть печатные. И вот говоря о следующих заповедях, заповедях ислама, мы с вами начнём наш разговор как раз с печатного учебника. Поэтому наверху у вас, посмотрите, печатный учебник, нажимаете. У вас высветилась страничка. У всех получилось? Замечательно. И мы с вами листаем страничку 96-ю, нравственное учение ислама. И, наверное, света, который у нас не хватило прочитать «Атность заповедей блаженства», сейчас вот это вот прочитает у нас этот фрагмент. Мусульмане что считают? Главной ценностью что является? Мусульмане считают, что основой творения, конечно, его целью и высшей ценностью является человек. Коран прямо объявляет человеческую жизнь наивысшей ценностью. Человек не имеет права самовольно лишать кого-либо жизни, в том числе и самого себя. А убийство одного человека приравнивается к уничтожению всего человечества. Вот то, что говорится в Коране, то, что является классической основой ислама. На самом деле, не убивать и нельзя причинять даже себе вред. Есть очень красивый рассказ о том, как пророк Мухаммед, было у него чудесное путешествие из Мекки в Иерусалим в течение одной ночи. Мы об этом говорили, когда говорили только о возникновении религии. И вот тогда в Иерусалиме он встретился с пророками. И тогда было чудесное восхождение пророка Мухаммеда к седьмому небу, где он слышал глаз Божий. И там ему было предложено два кувшина. Один был с вином, другой кувшин был с молоком. Пророк взял кувшин с молоком и выпил. Им сказал архангел, что это правильный выбор. Если бы он выбрал кувшин с вином, народ его сбился бы с пути истинного. Человек не имеет права себя вредить неупотреблением алкоголя. И вот запрет на употребление алкоголя является одной из нравственных заповедей в исламе. А теперь поподробнее об этом мы с вами посмотрим, опять же, в учебнике по культуре ислама. Я вас попрошу снова нажать «Мои учебники», найти учебник по исламской культуре. И открываем «Нравственные ценности ислама», урок 19. И я вас попрошу открыть печатную версию. И на 71-й страничке в самом низу, последний абзац, мы с вами увидим перечисление нравственных ценностей в исламской культуре. Нашли девушки? Далее можно вас попросить прочитать? Коран приписывает сохранять мир на земле, совершать добрые поступки. Для приверженцев ислама важны крепкая дружба, традиции гостеприимства, а еще прочная семья, уважение младших к старшим, да и то, что важно для каждого школьника, необходимость получить хорошее образование. Замечательно. Об уважении к старшим особо говорил и пророк Мухаммед, который, в общем-то, в исламе является образцом нравственного поведения. И есть замечательная совершенно фраза, сказанная пророком Мухаммедом о том, что рай находится под ногами наших матерей. Человек, обижающий, расстраивающий своих родителей, мать свою, никогда не достигнет истинного блаженства. Ну и мы с вами еще не проговорили про заповеди нравственные буддизма. Поэтому я сейчас попрошу вас просто открыть электронный учебник по нашему предмету и пять моральных заповедей буддизма прочитать. Так, ну и, наверное, Света, вот вас я попрошу, пожалуйста, вы нашли? Нет. Учебник «Основы мировых религиозных культур», электронная версия. Урок 25-26. Вот внизу, пожалуйста, нашли? В буддизме основой поведения человека считается ответственность за других. У буддистов есть пять моральных заповедей, которые включают отказ от преднамеренного убийства любого живого существа, отказ от воровства, от лжи, от супружеской неверности и от употребления алкоголя. Есть вот такие существа буддизме, бодхисаттвы, которые являются тоже примером нравственного поведения. И дойдя до высшей степени просветления, до момента, когда человек прерывает свое бесконечное перерождение, может идти в нирвану, они сознательно остаются на земле для того, чтобы помогать остальным достичь просветления. А замечательная традиция есть у буддистов, когда в знак почтения и уважения они подносят человеку такой шелковый шарф, ходак, как знак своего истинного уважения перед этим человеком. Но мы говорили о многих заповедях, и вообще можно это подытожить интересной вещью. Когда-то очень давно к древнееврейскому мудрецу Гелелю подошел человек и попросил его сказать сущность Торы, но за то время, пока он стоит на одной ноге. Не смутившись, Гелель сказал, что не делай другому того, что бы ни желал себе. В этом сущность Торы. Все остальное лишь комментарии. Знакомая фраза для вас, да? Давайте посмотрим, где мы еще ее встречаем. Я вас попрошу снова зайти в учебник по основам православной культуры и открыть еще один урок 13-й «Золотое правило нравственности». Нашли? Так, ну и Варя, прочитайте, пожалуйста. Христос сказал, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Дальше. Нет, спасибо. Вы видите, что ценности одни и те же. Но мы сейчас с вами все время говорили о религиозных культурах. Как же это транслируется в светское общество? Давайте снова зайдем в мои учебники и откроем учебник по основам светской этики. Открылась? Нашли. Теперь давайте нажмем «Правило общения для всех». Зайдем в печатный учебник. И на 18-й странице красивой обведенной рамочки прочитаем «Золотое правило нравственности в советском обществе». Кто готов прочитать? Пожалуйста, Настя, прочитайте. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе». Замечательно. Так, ну мы сейчас с вами вернемся в наш учебник, в наш урок. И у нас с вами остался один непройденный тест на тренажере. Может быть, конечно, нам надо было раньше. Нашли тренажер, да? Вот теперь, не выполняя, вы просто нажимаете плашечку «Следующий вопрос». Все, что вы сделали, уже стерлось. Будьте добры. У нас с вами, с одной стороны, написаны всего четыре заповеди иудаизма и христианства. Внизу у нас написаны про заповеди буддизма. Будьте добры, перетащите заповеди буддизма и найдите, есть ли соответствие. Получилось? Что у вас получилось? Посмотрите на экране, у вас так получилось. Получилось? Да. Скажите мне, пожалуйста, девушки, а что же это все говорит? Что все заповеди, даже в разных культурах, они все равно схожи между собой. Да, а почему? Человеческие ценности не меняются в зависимости от религии. И даже в светском обществе. Законы светского общества фактически мы можем проверять по нравственно-заповедям и религиозных культур. Это тот камертон, по которому мы можем проверить справедливость закона, насколько он действительно справедлив. Ну, а сейчас я вам предложу небольшой такой игровой момент. Будьте добры, два человека, вытяните по листочку. У вас на листочках написано задание. Задание вы это найдете в учебнике по литературному чтению, который находится на ваших же планшетах. У одной группы, это на группу. Посмотрите, пожалуйста. Значит, у вас написан автор и написано произведение. Заходим в мои учебники. Находим учебник по литературному чтению. У вас написано, у вас разные части. И написано произведение. Найдите в этом произведении тот фрагмент, который вы считаете соответствует заповедям. Ведь эти заповеди, они проникают везде в жизнь. И мы, воспитывая детей, говоря дома, мы волей-неволей возвращаемся к ним. И находим разные применения. Вот посмотрите, пожалуйста, в произведении. Найдите. Я хочу, чтобы вы очень быстренько... Ну, у нас, наверное, времени немного остается. Поэтому я вам подскажу. Значит, я так понимаю, у вас какая часть выпала, вторая часть? Откройте печатный учебник. Мы бы могли найти это произведение внизу. Вот таких вот, видите, красивых. Но чтобы сократить вам время, откройте печатный учебник. И найдите, я вам скажу, страничку. Ваша страничка 19. С 19 страницы посмотрите этот фрагмент и попробуйте прочитать параллельно так, чтобы вторая группа догадалась, о чем вы пишете. У вас, начиная с 48 страницы, быстренько проглядите глазами, потому что произведения эти очень хорошо вам знакомы, надеюсь. Очень хочется, чтобы вы их прочитали. Для второй группы параллельно вторая группа догадалась, о какой заповеди мы говорим. С 48 страницы у вас не целое произведение, там небольшой фрагмент. Девушки, вы поняли, какую заповедь идет речь? Да. Договоритесь, как вы прочитаете параллельно. Девушки, вы поняли, о какой заповеди у вас идет речь? Договоритесь, как вы прочитаете это второй группе, чтобы они догадались. Но выберите тот фрагмент, чтобы не было прямого указания, что за заповедь. Готовы? Пожалуйста. Кораблев, что же ты? Я тебя зову или нет? И я пошел к тоске. Раиса Ивановна сказала. Стихи. Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что заданы. И не заметит, что я читаю. И я бодро завел. Зима. Крестьянин торжествуя, на древних обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Это Пушкин, сказала Раиса Ивановна. Да. Подожди, дальше будет все. Нет. Вы догадались, о какой заповеди идет речь? Нет еще? Прочитайте, пожалуйста, дальше чуть-чуть. Да. Сказал я. Это Пушкин, Александр Сергеевич. А я что задала? Сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев. Что? Сказал я. Что, что? Я тебя спрашиваю, что я задала. Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал. Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопрос, Раиса Ивановна. Вот что значит верный друг. Дальше нет. Нет, девушки, по-моему, уже понятно. Не лги, конечно. Да. Пожалуйста, ваши фрагменты. У нас немного расхождения в мыслях получилось. Я первую половину статут. Ты прочитаешь. Много времени Альмала с этой ночи пробежала. Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну, да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело? Ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит. Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал. Вы догадались? Не завидуй. Ну, сначала, на самом деле, не завидуй, а дальше уже будет подбивание на воровство. Вот посмотрите, заповеди, которые рассказываются детям, вот те самые заповеди, которые когда-то пришли в мир, и рассказываются детям в такой лёгкой игровой форме. Но на них строится наша жизнь. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, что вам понравилось, девушки. Спасибо огромное, Елена Евгеньевна. Очень интересный получился урок. И у нас, конечно же, вопросы есть к вам, как к учителям, получившим первый опыт работы с электронным учебником. Одной из задач курса является владение ребёнком способности адаптироваться в многонациональном и многоконфессиональном обществе. И сейчас мы обратили внимание, что вы работали сразу с несколькими учебниками. Вот в этом специфика курса, то, что вы тему прослеживаете сразу в нескольких модулях. Да, это одна из задач курса. Поскольку курс необычный, как все остальные школьные предметы, он фактически состоит из шести отдельных таких модулей. И ребёнок, ну или родители выбирают один из модулей, и в течение года изучают его. Но поскольку курс называется «Едином. Основы религиозных культур и светской этики», мы стараемся на каждом уроке проводить такие межмодульные связи. То есть смотреть, как та или иная тема рассматривается в светской этике или в каких-то других религиозных культурах. Это обязательная вообще вещь, которая предполагает обучение этому предмету. Спасибо. Но также обращайтесь ещё и к материалам других предметов. Да. Вот это, собственно, плюс электронного учебника, когда можно очень быстро перейти к различным учебникам, которые есть у ребёнка, или совершить вот такие межпредметные связи. Ну вот мы сейчас смотрели это на примере литературного чтения, а можно точно так же обратиться к окружающему миру. Когда мы говорим, допустим, о возникновении религии, в каких регионах это произошло, можно смотреть, опять же, обращаться к окружающему миру. То есть это всё взаимосвязано. И с помощью электронного учебника очень это быстро и наглядно происходит. А как бы Вы выходили из положения, если бы работали с печатным учебником? То есть как Вы здесь решаете вопрос межпредметных связей? А вот здесь вопрос решается тем, что это я при подготовке к уроку всё нахожу и фактически рассказываю и выдаю детям. То есть у них нет возможности самим поискать. Или это может быть вариант домашнего задания. Но это достаточно длительный процесс объяснения, где и что нужно найти. А здесь на уроке с таким способом, с такой способом работы очень быстро и легко это получается. То есть получается, что в данном случае уже активная деятельность у учеников, да? Не Вы готовите материал? Да, длительный подход. Они сами ищут, сами находят, сами отвечают. Более мобильно получается. Вот давайте сейчас ещё раз для наших участников назовём те учебники, с которыми Вы сегодня работали. Электронную форму учебников. Ну это основной учебник, по которому был урок, это основа мировых религиозных культур. Второй учебник – это основа православной культуры, основа исламской культуры и основа светской этики. То есть фактически из модуля, где у нас шести разных, из предмета, где шесть модулей, мы сегодня использовали четыре модульных учебника на уроке. И при этом ещё обратились к материалам по литературному чтению, да? То есть ещё захватили другой предмет. Отлично, спасибо. Лена Евгеньевна, такой вопрос. Работаете ли Вы с электронными устройствами на уроке, не используя электронную форму учебников? И для каких целей используете? Да, ну лично я работаю, потому что есть такая возможность. Я работаю с электронной доской, я готовлю презентации и показываю. Ну вот здесь была возможность показывать иллюстрации сразу детям по ходу урока. Если мы работаем с презентацией, то обычно это для того, чтобы было видно, половина света гасится в классе, и в этот момент нельзя ничего уже выполнять, потому что дети только смотрят. А здесь посмотрели, поработали, посмотрели. То есть всё более, опять же, мобильная получается работа. Обратили внимание, отметили, в чём разница при подготовке к уроку. Вот сейчас Вы готовились к уроку с использованием электронного учебника. Чем отличается от подготовки к обычному уроку, который Вы проводите? Ну, тем, что это удобнее, потому что весь материал, который можно здесь, потом можно, если здесь у нас учебник подключён к интернету, можно зайти и материал, который необходим мне для урока, скачать из интернета, те же иллюстрации добавить, или какой-то материал посмотреть просто мне самой. Прямо вот, собственно, на этом же планшете. То есть можно не прибегать к большому количеству материала, который зачастую в разных источниках находится, а поискать их прямо здесь. То есть и даже, предполагая источником учебники по другим предметам или из других модулей, здесь у Вас есть возможность сразу непосредственно обратиться и не собирать это в одну единую презентацию. Да, но вот у меня, например, нет учебника по литературному чтению. Да, хотелось, например, использовать тот материал, который есть у учеников 4-го класса. Поэтому здесь вот, поскольку планшет Ден рассчитан на учеников 4-го класса, здесь предметы те, которые они изучают, вот им очень легко зайти в их учебники, посмотреть, выбрать тот материал, который им знаком. Сложнее было готовиться к уроку? Ну, не то, что сложнее, скорее непривычно просто первое время. А так я бы не сказала, что сложнее и интереснее. И в чем-то проще. Потому что весь материал прямо у тебя на ладони. Не нужно собирать, да? Не нужно собирать, не нужно бегать, искать. Вот он здесь весь. А чего опасались при подготовке к уроку? Какие были такие сомнения, может быть? Что это будет скучно. Опасалась. Ну, что это будет слишком какие-то вещи затянутые или сложные. Может быть, будут тестовые вопросы, не знаю, не насколько сложные были. Сложностей особенных не было. Не было. Не было. Так, но по поводу скучно-то мы можем наших учеников сейчас спросить, насколько урок понравился. Ваше мнение. Нам урок, я думаю, я выражу общее мнение, нам урок очень понравился. Прежде всего, нам было интересно. И правильно отметили, что возможность работать с таким количеством учебников позволяет рассмотреть эту тему гораздо шире. И как раз постоянный переход не дает детям, и не даст детям заскучать. Постоянная смена деятельности идет. Мы переключаемся из одного учебника в другой, из другого в третий, и потом мы вообще уходим из данного предмета, переключаемся на следующий. И это только благотворно влияет на развитие ребенка. И еще, я думаю, важно отметить, что мысль основная урока, было ее намного проще донести с использованием нескольких учебников сразу, причем с мобильным быстрым переходом, потому что если бы дети использовали учебники, которые лежат у них на парте, они бы пока искали это среди страниц, они бы уже забыли, зачем они это делают. А здесь связь очень хорошо видна и очень хорошо показана, и даже неопытному учителям, какими мы являемся, будет достаточно просто и доступно изложить материал и главную идею урока учащемуся в начальной школе, школой. Ну вот по предмету основной грехов и религиозной культуры, светской этикой, ребенку выдается на самом деле на руки только один учебник. Тот модуль, который он выбрал. И остальные связки с другими модулями может выполнять только учитель. Самостоятельно он будет искать материал и приносить его детям. У детей нет возможности работать с шестью учебниками. Здесь это есть. То есть таким образом здесь мы можем этот вопрос решить переходом к электронной форме учебников. Да, расширяется и смотрится прям объемно со всех сторон. Да, спасибо. Но у нас здесь присутствуют будущие учителя, да, начальная школа. Вот еще хотела вас спросить, тяжело вам было сначала сориентироваться? То есть насколько быстро вы сориентировались при работе с электронной формой учебников? Я думаю, это несложно, потому что изначально нас, и вот мы поскольку окончили еще и колледж, и поступили в университет, то есть нас уже заранее готовят к различным ИКТ, как сказать, технологиям. То есть работа как с ноутбуками с детьми на макбуках, как и с электронными досками, теперь планшеты. То есть для нас, как подрастающего поколения, это вряд ли будет затруднять. То есть в дальнейшем мы сможем и приобщить еще более младшее поколение детей, которые мы будем воспитывать и обучать. Спасибо. А для себя вот в будущем своей педагогической деятельности есть уже понимание, будете использовать электронную форму учебников? В зависимости от предмета, от темы. Конечно, есть везде своя специфика, это точно, да. Если мы говорим про начальную школу, то здесь еще нужно понимать, что наиболее жесткие ограничения есть по работе с электронными устройствами, зафиксированные в нормах САНПИН. И здесь, конечно, нужно четко понимать, для каких целей, на каких этапах уроков вы будете работать с электронными формами учебников. Вот, Елена Евгина, хотела ваше тоже мнение узнать. Для предмета основ мировых религиозных культур, как вы считаете, на каких этапах урока, для каких целей наиболее эффективно использование электронных форм учебников? Может быть, какие-то примеры конкретные приведете? Мы уже коснулись темы междисциплинарности и межпредметных связей. То есть это, конечно, наиболее актуально, наверное, да? Но вот, может быть, какие-то еще моменты для себя отметили? Ну, очень удобно, я говорю, сочетать иллюстративный материал с рассказом. Потому что здесь можно, опять же, мобильно и быстро переходить от работы какой-то непосредственно ребёнка с тетрадью, в тот момент, когда он слушает учителя, да, или выполняет какое-то задание к иллюстративному материалу. То есть здесь не нужно выключать свет и смотреть на доску. Вот это очень удобно с тестовыми вариантами. Здесь быстрая вот эта вот такая интерактивная работа. Опять же, включил, сделал, и сразу же можно проверить правильность ответа. Очень удобно. И вообще можно использовать его в разные моменты, как бы в начале урока, да, когда можно записать какое-то определение и сравнить, а потом отложить и дальше вести урок с более привычными элементами, вернуться к нему, когда нужны будут какие-то иллюстрации. То есть дозировать использование можно. Дозировать и чётко понимать, где и на каких этапах мы будем вводить электронную форму учебника. Или, опять же, вот мне очень понравился вариант как раз с литературным чтением, замечательный совершенно. С окружающим миром можно было бы посмотреть там карту, где зарождались религии, насколько это близко было. Очень интересно, как они распространялись. Ну да, вы такой хороший пример привели именно использование материалов другого предмета, для того, чтобы раскрыть тему урока. Я думаю, что для наших будущих учителей тоже такой был познавательный момент полезный. Елена Евгеньевна, обратимся к вопросам из чата. Больше всего учителей интересуют, даже не столько, наверное, вопросы с использованием электронной формы учебников, но первое, что стали нам задавать Раиса Бубнова. Спрашивает, почему нельзя ставить отметки на уроках по Арксе? Дети с удовольствием работают на уроках, они привыкли получать отметки. Ну, вообще-то, курс введён как оценочный, но безотметочный, то есть баллы не ставятся. Но вот я на уроках у себя, если я ребёнок что-то сделала, в дневник с удовольствием уставлю оценки, пятёрки там. Ну, пятёрки, конечно, никаких четвёркой даже не говорится. Но если уж очень есть такая потребность, то школа самостоятельно может ввести именно отметочный результат в этом предмете. Просто говорится о том, что это предмет, прежде всего, призванный нам. То, чтобы побудить ребёнка к действию, чтобы он не боялся за свой неправильный ответ получить плохую оценку, потому что самое главное, вот именно здесь, как раз и результат, научиться, научиться понимать другую культуру, научиться воспринимать свою и другую культуру, тот модуль, который выбрал ребёнок, в контексте общего развития вообще страны. Не случайно, например, четыре религии здесь выбраны, которые являются традиционными именно для России. Спасибо. Ну, и вот в догонку вопрос тоже от Надежды Горшковой, связанный с отсутствием отметок на уроках. Поделиться опытом просит, как вы оцениваете предмет. Ну, вот вы сказали, что с удовольствием ставите в дневнике. С удовольствием ставлю, да, если дети переносят. Ну, у них глаза горят, они счастливые, они приносят задания. Причём задания тоже стараюсь давать очень разные. И это и рисунки, когда мы говорим о древних религиях, я прошу нарисовать какие-нибудь мифы, и какие-то таблицы придумываемые. Когда они приходят вот с горящими глазами и несут эту работу, показывают, конечно, ставлю, а как же, безусловно. Они, правда, потом приходят и спрашивают, а почему у нас в четверти так? Я говорю, ну, потому что это сложнее, сложнее получить зачёт по предмету. Потому что, если ты занимаешься хорошо, тебе ставят пятёрку. Чуть-чуть похоже четыре. Может, что-то плохо сделал, три. А здесь по предмету ты можешь получить или зачёт, или не зачёт. И, значит, или ты занимаешься и делаешь всё, и получаешь зачёт, или ты не получаешь зачёт. Так что это сложнее, я им говорю, они верят. Не верят? Да, верят все. Замечательно. Елена Евгеньевна, ещё вопрос от Светланы Сухининой. Много ли уходит времени на подготовку к уроку? Ну, здесь, наверное, нужно разграничить, поскольку опыт работы с электронным учебником вот такой первый, первый у вас урок. Наверное, учителю интересный ваш опыт работы при подготовке к традиционному уроку. Ну, мне немного, не очень много, потому что всё время я преподавала мировую художественную культуру, и это очень созвучные предметы, потому что на мировой художественной культуре всегда приходится говорить о том, с чего начиналось искусство. Оно всегда было религиозное, поэтому мы говорим, нельзя говорить о культуре, не зная основ. И поэтому всегда мы говорили о различных мировых религиозных культурах. Но сейчас это более подробное изучение, поэтому вообще преподаю уже третий год, поэтому на данном этапе всё равно приходится готовиться, что-то новое дополнять, что-то исправлять из подготовок, но уже не так много. – Как Вы считаете, может сократить использование электронной формы учебника время на подготовку? – Ну, в общем, да, я сказала, потому что это более мобильная работа, так как получается. Материал у тебя фактически в руке сразу интернет, всё ты где угодно. Вот сел в поликлинике, ждёшь очереди и готовишься. – И готовишься. – Буквально так, да. Обычно, потому что приходится делать и записи какие-то, и заметки, потом выстраивать общую логику урока. А здесь вот это всё очень мобильно, быстро происходит. – То есть можно буквально вот на планшете подготовить? – Да, да, на планшете можно подготовиться целиком к уроку. И сразу выбрать те тексты или те материалы, которые необходимы, иллюстрации найти в интернете, которые ты хочешь показать. Здесь очень это быстро. – То есть здесь, наверное, получается у нас два аспекта. Первый аспект связанный с расширением содержания, поскольку цифровая копия печатного учебника дополнена ещё и различными материалами, которые расширяют и позволяют дополнить материалы печатного учебника. А второй момент такой вот уже больше технический, да, возможность, вот сама мобильность устройства, да, возможность… – Конечно, да. И, конечно, вот осуществление межмодульных связей – это очень важно, поскольку вот на этом предмете мы это должны делать, ну, желательно на каждом уроке. Осуществлять межмодульные связи, потому что дети разделяются, и они встречаются только в конце периода обучения, когда у них идёт совместные презентации, совместные какие-то праздники. У детей всех класса, которые рассказывают о том, что они проходили, что у них было на их модулях, где они занимались. Они представляют всему классу. Но это, конечно, маленькая долика. Спасибо. Вам, как ещё учителю мировой художественной культуры, наверное, больше вопроса адресован Диана Чернец. спрашивает, чем обусловлено обращение к иллюстрированию урока литературой, а не к живописи? Мне захотелось сегодня поговорить о том, как в детских произведениях, в детских книжках поднимаются вопросы нравственных заповедей. Вот именно это хотелось посмотреть. Причём здесь, когда мы читаем, или нам читают в детстве, мы воспринимаем текст, мы воспринимаем содержание, нам это нравится, но мы же не задумываемся о том, что это глубокие религиозные, нравственные какие-то заповеди. И мы это впитываем в себя. И вот сейчас хотелось проиллюстрировать именно это. Сделать на этом акте. Да, да, да. Как раз на том, что эти заповеди, но они действительно охватывают всю нашу жизнь. Мы не замечаем иногда. Но мы в этом живём. Это вот как пришло, когда это было принесено в мир. И до сих пор человечество выжило, собственно, потому что оно до сих пор соблюдает эти заповеди. Спасибо. Лейсан Шарафеева просит, приведите примеры домашних заданий. Я уже говорила, во-первых, иллюстрации. Потом я разрабатываю специальные таблицы, где ребёнок может выполнить какие-то задания. Мы ездим на экскурсию, где я по разным мировым религиозным культурам спрашиваю, что там особенности, например, священных сооружений в разных культурах. И они вот в единой таблице пишут особенности. И ниже у меня, например, есть общая графа. А что общего? То есть различия можно увидеть быстро, а вот общая... Это сложнее. Да, это сложнее. И надо сначала увидеть различия, это быстро выполняется дома. А вот что общее, они тоже... Стихи, например, учим. Если мы говорим, например, о православной культуре, то учим стихи, посвящённые праздникам. Тоже это одно из заданий. И оно тоже, кстати, связано с литературой, безусловно, с литературным чтением. Ну, масса таких сложная. Поскольку уже третий год работаю, рассказать о них легче показать. Но сейчас такой возможности просто нет. Да, мы не ожидали, что будут такие тоже вопросы. Так мы подготовились. Лена Гейна, очень много пишут ваш адрес замечательных слов. Наталья Коршун пишет. Очень интересный урок. Много разнообразной работы. Работы с разными текстами. Большое спасибо. Особенно интересно увидеть возможности электронных учебников. И в завершение вот хотела ещё прочитать Татьяну Трубникову, процитировать. Спасибо за смелость. Урок имеет большое воспитательное значение. Актуален, может заставить задуматься над проблемой взаимодействия разных конфессий между собой. И светским государством. Учитель молодец, думающий. Правильный стиль общения. Спасибо огромное, Елена Евгеньевна. Спасибо вам. Я думаю, что на такой положительной ноте мы завершим сегодняшний наш вебинар. И я приглашаю всех участников на наш завершающий открытый урок в этом году. Через неделю по окружающему миру для начальной школы. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.